всем привет и вы снова на канале dev car systems и на сей раз данная серия скорее будет больше по приори собственно вот наш блог я заметил такую вещь что здесь у нас нету хона то есть как бы зеркало пыли на хона нету непонятно в общем недолго думая решено делать мотор вечным ну то есть в каком плане вечным ставить поршня поменять сразу поршня с проточками а также еще блин как-то так тут короче ставить поршню с проточкой для этого нам надо во-первых купить эти поршня с проточкой а во-вторых снять старые значит чтоб снять старый надо снять низ открутить поршня и спокойно выдать их наверх для этого я полез сливать сначала масло но удивился такой вещи долбанная пробка немножко расплющена и с вами получилось закрутить поэтому кто бы мог подумать я специально пробил поддон чтобы слить масло ну по барабану плюс поддон новый покупать и вот сейчас масло спокойно стекает ебать ну да масло хотя у меня было стекает масло скручиваем поддон и откручиваем поршню тем временем начал разбирать башку значит в чем устройство гидрокомпенсатор под ним получается пружина x крышкой клапан на клапанах вот так называемые защелки то есть замок клапана или иначе сухарь я ребят заеб любился очень сильно потому что у меня почему-то эти сухари по одной штуке оставались они как бы два на клапан один вылезает второе остается я просто охренелых доставать ну еще где-то просрал вот одну куда-то мило такая одна штука улетела но я думаю это не проблема значит гидроки вот эта штука именно стучит потому что тут имеют какую-то такую типа свойство наполнения чего-то там газом блин не газом маслом короче она компенсирует какую-то вот эту удар и нажатия и на холодную они бывают у всех стучат поменять их или нет я пока не знаю мне пока не до этого я пока сейчас залюбился с башкой пока и вот сейчас можно достать клапана само собой менять я буду все 16 потому что ну смысла мне поштучно менять нету ну и вот ребят для сравнения прямой клапан и кривой и вот так вот они все 8 штук у нас далее с башкой а сейчас надо скинуть поддон но вместе с поддоном как вы понимаете уже и сами просто чтобы стекало чтобы масло все стекло спокойненько и тогда мы уже спокойно разберем шатуны ну смысле снимем шатуны чтобы достать поршню так поддон снял вот наша шпг откручиваем он тут тоже молодцы приорские поршня держится на тех самых тораксах вот раз два три четыре в общем все то надо будет снять и аккуратненько всю все поршня отсюда вытащить буги эти шатуны у нас раскручиваются спокойно также точно торакс значит сейчас уже открутил складываем их в своем же порядке а вот тут есть такая видите надпись а ты не знаю что это обозначает но все эти а ты были как раз получается к коленвал ну к датчику колена а теперь аккуратненько достаем эти поршня через верх это и все и и и и и и и и и Слышите звук? Вот такого звука, по идее, быть не должно Соответственно Тут на поршнях есть каких-то пометок? Нету 43 написано Ладно, будем сейчас думать, разбираться Главное не перепутать местами Вот уже вкладыши вываливаются Которые, в принципе, нам теперь не нужны О, батюшка, пошли нам колпана не гнюющиеся Сильные, такие мощные, титановые колпана Которые не гнулись от этой синих О, пошли нам пошли безстыковые Чтоб эти колпана не гнулись Если ты срадный ремень порвал свой О, ремни нам пошли такие, которые не рвутся Которые проблем не вызывают И чтобы все, когда порвало, спокойно поставил Поменял и поехал дальше Чтобы не было вот такой вот хуйни-ебаны Когда сидишь, разбираешь всю эту хуйню, блять, ебану Разобрал ваш курс, и нам колпана Обогнул, ты колпана, достал Достал поршня, поршня поменял Пошли нам все, чтобы было хорошее Беспаливо все было нормально Все работало, ехало долго и счастливо Аминь Ну что, ребят Во-первых, планшет Вот у нас получается все спаяно Схемку я напаял Я, естественно, его не показываю изнутри Дело в том, что я уже увидел, как Некто, не буду называть имя товарища Но я, так понимаю, решил повторить Мою идею Сделав, так сказать, торпеду Такого уже, типа, с планшетом Но, само собой, вот до таких вот изъебок Как камера заднего вида Работа с зарядником и так далее Этот человек, я так полагаю Не будет делать, поэтому, само собой Я это разглашать не собираюсь Я просто покажу, как это все работает А я еще вот это все не запускал То есть я вот только сейчас собрал Подседину проводки, вот взял аккумулятор От дрели, потому что мой обычный сел И вот сейчас попробуем это все при вас Так сказать, запустить Чисто-чисто боевой Боевой, боевой запуск Назовем это так Так, во-первых Во! Вентилятор заработал, как резанный А теперь пытаемся включить камеру Че, блин? Подождите Погодите У-ха-ха-ха-ха У-ха-ха-ха Вам видно? Ну че, ребят, вот это вы Вот-вот-вот вы там вот вы в камере то есть понимаете в чем суть получается вот наш планшет камера за включаю заднюю загорается эта шляпа выключаю заднюю так а почему она зарядка не идет сейчас будем разбираться но в принципе вот как бы процессы довольно таки ясен то есть у нас все работает камера включается то есть режим от г меняется с массой чик камера чик камера выключается все работает я доволен а вы теперь все это уже можно начинать инсталлировать торпеду ну вернее в сам щиток и тогда уже можешь делать торпеду ну че ребят знаете такой с утра едешь спокойненько никого не трогаешь вдруг слышь какие-то такие звуки как будто бы что-то по асфальту волочится еще и чек загорелся и думаешь так приехали но нет тяга не пропала тяга просто отвалилась это отвалился панар сейчас покажу так что что сказать в гараж ну что же мы в гараже машину поднял вот это срань короче она должна это вы понимаете быть как бы типа вот здесь вот вот так вот вот именно сейчас сюда я ее буду и всирать то есть скорее всего немножко подпилю до ржавчинки чуть почище здесь эту шляпу отпилю короче ладно я понимаю что вам вообще на эту семерку насрать поэтому я ее сейчас сделаю просто покажу готовый результат и спустя два часа времени все готово вот так вот это выглядит все теперь проварено тут еще усиленно там все проварено все в родных местах все как надо ну и само собой у меня не обошлось без поджога немножко подгорел ну бывает ладно не как с приорой полторпеды а теперь продолжаем делать блок на приоре так здесь у нас первая часть прочистки то есть с помощью дрели и обычной железной щетки я почистил всю башку ну вот так пока по лайту места прилегали там где был герметик также она с этой стороны прошел как бы с обоих сторон естественно еще я пройду все это добро нормально типа керосинчиком нефрасиком кисточкой чтобы она вообще блястела вернее план сейчас составить полный список того что нужно купить для всего вот этого добра чтобы прийти и начать все это собирать в обратном порядке так как это должно быть что друзья подъехал очередной контент случайно решил выпендриться и на 7 поджог сцепления то есть какие признаки вот мы едем во-первых она теперь работает как бы высоко а во вторых даешь газу а машина не трогается то есть как бы мы едем но мы едем очень хреновенько поэтому карабас снимать что делать но это все будет уже потом процессе так спустя некоторое время с помощью щетки и а и керосинчика с нефрасиком я отшаркал вот это все добро под названием пружинки эти гидрокомпенсаторы и голова то есть вот она вся тут блестит почти можно сказать так единственное что да друзья тут кто это делает это делать исключительно для себя потому что этот чистый мотор нужен только один раз чтобы его собрать потому что потом но я думаю прекрасно ребят понимаете что когда его поставишь на машину один раз выйдешь из гаража пройдешь по дороге он будет точно такой же весь в грязи говни и так далее здесь почистил форсунки пошага тоже все в масле были блок особо чистить не стал потому что а хрен с ним потому что вот 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 так теперь берем листик ручку и начинаю писать полный список того что надо купить для того чтобы собрать это все обратно так как должно это быть и она села и поехала вот получается у нас 25 пунктов список написал вообще как бы все теоретически то есть пошел снизу двигателя к верху чтобы все посчитать потом концу видео выложить так сказать цифры сколько стоит обрыв грм на приори но это еще при учете того что я меняю поршня вот они как бы старые валяются и поэтому будь какая-то цифра какое-то понятие того сколько будет стоить переустановка всего этого добра ну че друзья да начнется как обычно срач в комментах на тему того что как приору не наряжай мерседесом она не станет но в данный момент конструкция выглядит именно вот так вот включается камера когда надо и вот там до меня видно как бы вот вот эта камера вот это я сижу вам тут рассказываю то есть теперь задний ход камера сзади видно то есть все это выключается также у нас тут есть навигация но как все обычный планшет что он тут по ним про него рассказывать смысла я думаю в этом нету как такового просто просто навигация как бы и все вот такая вот дашборд как его еще назвать в ACA чтобы не было приглашать вот также у нас есть музыка это уже все проверено на одном этих обновлений ну чтобы вам включить за п как бы прилетит вот это будет весело короче это все работает теперь можно уже брать эту приборочку там если что осталось это некоторые такие маленькие огрехи но это в процессе куда им учиться не сделаю теперь можно делать саму приборку то есть торпеду вернее сказать чтобы вот это все поставить в торпеду вы тесноками это включится камера включается при любом раскладе прикольно так что ребят подписываться на канал ставим лайки далее уже будем скорее всего собирать мотор потому что запчасти пока не купил но это уже будет следующей части также наверное скорее всего начнут пилить торпеду для того чтобы туда по грамотному поставить сам щиток и как я уже сказал под видео будет мой инстаграм там фотки появятся пораньше чем видео здесь также подписываемся на канал ставим лайки всем спасибо за просмотр всем пока все для мотора все на приору а за исключением здесь на семерку сцепления потому что я случайно сжег ну бывает даже не стал об этом на всякий случай